По сравнению с прошлым годом в Одесской области улучшился уровень социальных выплат. Проблемными районами по этим показателям можно считать Ленинский и Ивановский районы. А наибольший прогресс зафиксирован по Ведиопольскому. Осенью прошлого года работа районного отделения соцзащиты была заблокирована. Тогда район, который некоторое время возглавлял ставленник Михаила Саакашвили Игорь Литвинюк, провалил выплату пособий по уходу за детьми, тормозилась работа по оформлению субсидий, и многодетные мамы готовы были перекрыть трассу Одесса-Белгороднестровский. Летом отдел получил нового руководителя. Виден еще очень большой фронт работ, чтобы, можно сказать, исправлять то, что накопилось за прошлые годы. Прогресс виден хотя бы в том, что те люди, которые обращаются сейчас, упал в негатив. У них нет уже такого негатива, то есть они ведут нормальный диалог, задают нормальные и корректные вопросы, а не начинают разговор с того, что кто-то у них что-то украл. За год с момента нашего последнего визита в проблемное управление здесь удалось заполнить вакантные места специалистами. Практически отсутствуют долги по выплатам материальной помощи. Однако кадров для обработки всех заявлений все равно не хватает. Вакантных посад у нас на сегодня нет, у нас даже не хватает рабочих рук. Працюем мы даже не 8 часов на день, а набагато больше, поэтому работа у нас очень много. У нас еще не сближена структура управления, поэтому даже при бажании взяти у нас еще немае куди. Если будет такая возможность, будет у нас больше структура управления, естественно, будем набирать новые кадры додатково. Еще одна проблема – нехватка средств для помощи жителям района, которые обратились за деньгами на лечение. Районный бюджет предусмотрел сумму в размере миллиона гривен. Это на 300-400 тысяч гривен меньше того, что нужно для покрытия всех расходов. Впрочем, такой расклад наблюдается во многих районах. Комиссия рассматривает, в зависимости от того, какое количество есть и документов, и насколько мы можем материально, так скажем, людям помочь, рассматриваем на комиссии уже конкретный каждый случай, сколько кому выделить денег. Конечно, по тем документам, когда их читаешь, которые люди обращаются, хочется, чтобы было больше, но тут чем богатый. До середины декабря Ведеопольское управление социальной политики работает до часу дня. Когда специалисты проведут полную инвентаризацию личных дел льготников района, тогда работа возобновится в обычном режиме. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.